Вот не зря дед любит дровы своими ручищами рубить. Чёрт, что какой-то. И топорыжа отечественная не помогает. Дрова же отечественные тоже. Сейчас я тебя изрублю. Твоё топорыж, а? Вчера. Только захотел шашлыка поесть. Так шапе произошло. Как у ябёд? Наверное, колхоз неправильно ядровый мне поставил. Ну что ж, поэтому сегодня будем без дрова. И сегодня мы будем продолжать обзор нашей отечественной пищевой промышленности. Винища Анталь. Шоколадовая, креплённая, крепко-лучшенного качества. Да, давно не было таких у нас трешаков на обзоры, поэтому будем возобновлять традицию. Ну и хотел было плавленый сирок к этому делу взять, но по классике, понимаете, как это всё заведено было у нас. Но в итоге взял кильку. Килькова новинка такая какая-то. Она, дело в том, что её особенность, так, она сразу с маслом, правда, без цебули. Ну, наверное, испортится, коли цебулю добавить. Иваши какой-то делает. Это, получается, 5 рублей. А килька эта ивашит тоже почти 5 рублей. Короче, равна стайна. Вместо вот этого можно было вторую бутельку этого взять. Ой, чудеса. Дивы-дивные творятся. Так, производит Минск-Кристалл Групп. 15,08,22 изготовлено. Спирт 18%, сахар 50%. Ну, сахара немного, это хорошо. Потому как, видно, много сахара есть. Да. Давайте почитаем, что тут сделано. Сок яблочный. Так, ожалки летают. Сброженоспиртованный. И или виноматериал яблочной натуральной столовой. И или, опять и или виноматериал яблочной столовой особый. А, вода пищевая, спирт электрификованный из пищевого сырья. Виноматериал на смородины, плодовый укрепленный крепкий, улучшенного качества. Сахар, сок яблочный концентрированный. Пищевая добавка, антикислитель. Ой, хорошо, углеводы, ценность. В общем, сбродили троху соку. И для повышения крепости, как обычно, добавили джар, миша. Потом у людей крыша едет. Да, поэтому не повторать. Трук выполнен профессионалом, подготовленным уже. Да. Подготавливаться надо вовремя всегда. Понимаете? Так что, если бы здесь не было вот этого вот... Это даже не спирт высшей очистки, а пищевого сырья. Это самый низший тип, который из пищевых считается. Ну ладно. Что тянуть, как говорится? О! Кыш! Интересно, памятник человеку, который забрал граненый стакан, доставить где-нибудь? Напишите в комментариях обязательно. Так. Кильку нам обещают. Свежая рыба, омега-три, витамин. 100% угрантика качества. Нежная мариновка. Ну хорошо. Килька балтийская, масло подсолнечное, соль, пряности. Пряности и пошел кончервант. Такие правильности не указали. Изготовлена у Орша. Вот. А это Минск-Кристаллгрупп, пищевой комбинат Вещелова. Минская область. Борисовский район. Ну, добро. А то что-то много рот проветриваем. Давайте ускрываться. Ускрылась вообще легенько. Ну, хоть у стеклее, 0,7-ка. Да. Ой, какое бледненькое. Так. Ускрываем продукт пищевой. Оп. На плащ в палатке. Видите, что у него. Дровы закончились, так баба не может воду подогреть. Постирать скатерть после прошлых выпусков. О, ну он пензарем, а. Ой, я потом. Проберу потом. Не переживайте, бомбить там можно в комментариях. Ну, по существу. Так. Ладно, пора принять, а потом будем дальше рот проветривать. Ой. Слухайте, классический, классический аромат стекла. Я не знаю, почему у них все время стеклом пахнет. Ну, возьмешь вот водку, например. Водка никогда стеклом не пахнет. Во. Все, пусто. Вообще пустой запах. Даже спиртом не воняет и соком. Еле-еле отдаленно что-то соком такое. Ой, боже мой. Чувствую, сейчас будет. Ну, ладно. Опа. Шу-шу-шу, так по нервам прошло. О. После укусия яблочное пришло. Угу. Так, яблочко пошло. Антоновка, кажись. Баба Галя. Угу. Соседка, наверное, сдала. Эмикрон-пахтов в самогон-ложу. У тебя, блядь. О, дурак. Так. Зашло, в принципе, неплохо. Хотя я ожидал худшего. Не зря она, наверное, крепкого, улучшенного качества. Ой. Ну, добро. Давайте оценим кильку. Так, что мы тут имеем? Килька запихнута с кишками. Дорогие мои, кто так делает? Килька уже, если она уже в масле, готова к употреблению. Ну, кишек, конечно, тут быть не должно. Я, когда сам готовлю кильку с лучком, в баночке пол-литровый дед запихивает. Налуплю-налуплю баночку. Слоями цебулю переложу, маслице залью. Али у кого можно. И вот она постоит пару часиков. Ой, смокота. Так, что мы тут имеем? Килька. Угу. Ой. А неплохо. Очень в меру соли. Знаете, бывает такая соленая-соленая и пустая на уку. Надо член. Шо? Барту надо. Шо надо? Член. Че? А то как-то нету. Вот если некачественно, руки выпаскал, об скатерть прибраться, чтобы чистые. За чистотой надо следить. А здесь ничего, нежная такая, косточку я даже проглотил, позвоночник у нее. Хорошо. Мать еврейка зовет сына домой обедать. Моня, иди курку есть, а то остынет. Моня приходит домой недовольный, говорит. Мама, в следующий раз мы же евреи, мы должны выглядеть богато. Когда будете звать меня на обед, кричите. Моня, иди черную икру ложками есть. На следующий день мать еврейкой зовет Моню есть. Моня, иди обедать. Черную икру ложками есть, а то остынет. Я просто похлопаю. Ну, здесь у нас еще и так, не холодное. Не, ну, соответствующей температуре. Так, продолжаю по второй. Ой. А сейчас, как знаете, валерьянкой что ли, троху для успокоения пошло. Ой. Да, интересно, запах стекла-то никуда и не делся. Ой. Слухайте, а утора это вообще легенько зашла. Тьфу, ой. С каждым разом еще лучше и лучше. Как вы так делаете, не пойму. Так, давайте попробуем еще разок. Ну, кильки вообще разного размера. От гигантских до небольших. Да, интересно. Ой, ручейший. Так, корова пускай доестет. Так. О. Мм. Ой. Хорошо, она, понимаете, полежала в масле, ушла из нее лишняя соль и стала рыбка нежная. Ой, хорошо. Дорогие мои человеки. Да. Это мне нравится. Но здесь, в троху попали, чего расплющенные сразу. Как будто бы кто-то ее съел и поклав на... Узад. Дед Степан Кондратьевич предлагает двигаться дальше. Время, деньги, ничто не стоит на месте. Как говорит, цыкую железо, пока горячо. Хроху добавлю. Ой. Приходит Шабан к доктору и говорит. Дорогой мой человек, дай мне, пожалуйста, справка, что я больной спит. А где ваши анализы? Какие анализы, дорогой? Мне просто справка такая нужна. А зачем вам такая справка? Ну, во-первых, я буду первый больной спит у нас шоу. Во-вторых, когда я буду пасти в горах у свой овца, никто не будет приходить к моей жене. А во-третьих, я хочу посмотреть на лица своих джигитов, которые уже приходили к моей жене. За это предлагаем и выпить, чтобы справка всегда была щирильна. О, хорошо пошло. Килечкой. Так, кильки, конечно, огромные. Это уже тут не кильки у вас, это какие-то щелёдки. Ой, икра попала ещё кильки. Ну, давайте попробуем. Ой. Хрумкает на зубах, как стиральный порошок. Но. Что-то непотребное попалось. Ой. Да, не будем. Проводить какие-то промежуточные тои. А вот с позвоночником укуснее есть, да? Так. Ой, плавник попал ещё. Сейчас. Ну что же, деда Степан Кондратьевич троху наплюхаешь у себя. Какие хотелось бы сделать сегодняшние выводы из нашей телеразиопередачи? Ну, во-первых, природа прекрасна сегодня. Как вы можете в этом убедиться сами. Исторы тоже задушевные. Поэтому обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Поделитесь, видите, видите, вот лекарства мало принял. Надо сейчас ещё расширить сосуды. Потому что они же постепенно расширяются. И поделиться обязательно видео у скотч-сетя. Так. Как я уже говорил, вдруг выполнят профессионалом, мне повыторять. Это. Нет ничего плохого в этом. Вы понимаете, да, меня? Когда сюда не наплюхан этот, считай, что технический спирт. Да. Потому что, если вы берете такое, вы сдержитесь от узятия урода, естественно, креплённых вот этих. Обычно там 10-11 процентов, которые идут. Вот это можно взять здесь. Здесь добавлен спирт самого низшего качества, дорогие мои, от него. Потом в сантехнику знаете, сколько работы на утро будет. Поэтому не рекомендую. На укус это нормально. Но за этим скрывается яд жесточайший. Поэтому только если брать некреплённый. И где поменьше сахара? Некреплённый и меньше сахара. Вот. Так, вот это. Сама продукция укусная. Мне понравилось. Но есть недочеты. Помимо килек таких, они, во-первых, огромные, разных размеров. Во-вторых, встречаются такие распотрошённые. Ну, бог с ним, ладно. Вот. Ну и цена, как бы, трошку дороговаться. Ну, понятно, что масло добавлено. По вкусу 7 баллов однозначно заслуживает, да. Ну, взять лучше обычную килечку, которая вам нравится, знаете. Есть хорошие марки килечки, да, вполне даже вот от этих же вот предприятия. Просто солёную кильку. Почистить её с цибули в баночку покласьте. 2-3 часика. Хай постоит. И красота душевную. На бутербродик можно и так есть. Ой, красота. Ну что, дорогие мои человеки, на сегодня в этом прекрасном осеннем лесу, почти уже зимнем, здесь Степан Кадрачев откланивается. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду всем признателен. На сегодня ещё, до следующих видео. Пока-пока.